МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА В эфире служба новостей Саров-24 в студии. Константин Перевозчиков, здравствуйте! Смотрите сегодня в выпуске. Не допустить распространения опасного заболевания. В Сарове проходят рейды по проверке соблюдения масочного режима. Их призвание учить и воспитывать. В первое воскресенье октября в России отмечается День учителя. Найти и спасти. В Сарове открылся филиал поисково-спасательного центра «Рысь». Далее расскажем обо всем подробно. На территории Нижегородской области продолжает действовать масочный режим. Об этой мере защиты многие саровчане на фоне спада заболеваемости коронавируса летом стали забывать. Но в связи с ростом количества новых случаев заражения, оперативный штаб принял решение провести профилактические рейды по проверке соблюдения горожанами и предпринимателями защитных мер в общественных местах. Здравствуйте. Здравствуйте. С администрацией по исполнению требований указанных. Значит, видим, что покупатели обслуживают не в масках, да? В каждый магазин участники рейда заходят с понятным и привычным уже списком требований. На входе должны быть бесплатные маски и санитайзер. В специальном журнале здоровья указаны замеры температуры тела каждого работника. Есть обязательства и в отношении покупателей. У нас требования, какие обязательства у магазинов, что они не должны допускать в торговый зал людей без маски. И они не должны обслуживать покупателей без маски. За два часа рейда наша съемочная группа и сотрудники администрации обошли более пяти магазинов. И в каждом встретили покупателей без масок. Сотрудники уверяли, что бесплатные повязки в магазине есть. Но покупатели не хотят ими пользоваться и устраивают скандалы. Вы не имеете права, вот такие вот ответы, то, что я не буду носить маску, то, что это. А теперь по указу, да, теперь мы можем уже предъявить, что да, мы можем вас не обслужить, если вы действительно не оденете масочку. Маски сейчас вот раздали уже и на кассы, чтобы если что, и на входной зоне прям предлагаем, чтобы сразу одевали на входной зоне масочки. То есть это уже будет серьезнее. Рейды по магазинам сотрудники администрации будут проводить еще неделю. А через месяц они проверят точки торговли повторно, но уже с полицией. И если руководители магазинов не учтут замечания, их ждут штрафы в размере от 100 до 300 тысяч рублей. Ирина Вышегородцева, Евгения Шевцова, Сергей Рябов. Служба новостей, Саров, 24. Заплатить вместо четырех раз один. Транспортный, земельный налог, НДФЛ и налог на имущество теперь можно оплатить единой суммой. Воспользоваться такой возможностью можно с помощью специального сервиса. Эксперты считают, что такой формат значительно упрощает уплату имущественных налогов и исключает вероятность ошибки. Подробности смотрите в следующем репортаже. Не надо отпрашиваться с работы, стоять в очередях, рискуя подхватить опасную инфекцию и путаться в цифрах, заполняя квитанции. Федеральная налоговая служба упрощает процедуру уплаты налогов. Теперь можно одним платежом заплатить четыре налога. Сделать это можно по старинке, заполнив квитанцию в налоговой или перечислить деньги онлайн через личный кабинет на сайте налог.ру. Единый налоговый платеж – это денежные средства, которые налогоплательщик перечисляет в бюджетную систему Российской Федерации с помощью одного платежного поручения. Эти денежные средства зачисляются на соответствующий счет федерального казначейства для уплаты такого налога, как транспортный налог, имущественный налог и земельный налог, а также НДФЛ. Деньги на счет единого налогового платежа нужно перечислить до 1 декабря. Сумма должна равняться той, что указано в уведомлениях на транспортный, земельный, имущественный налоги и НДФЛ. Если денег на счете будет меньше, то человеку придет уведомление о недоимке. Лишние средства можно будет вернуть или оставить на счете. Деньги, которые подлежат уплате по налогам, распределятся, они зачтутся в налоге. А лишние деньги, они так и останутся на этом едином налоговом платеже и будут ждать следующего срока уплаты. Деньги на счет единого налогового платежа можно перечислять и в течение года небольшими траншами. Это позволит к концу года накопить сумму, необходимую для уплаты налогов. Елена Грецкова, Евгений Шевцова, Александр Мальков, служба новостей, Саров, 24. Министерство просвещения совместно с регионами, Рособорнадзором, Рострудом и Союзом молодых профессионалов запускает проект по организации профессионального обучения и дополнительного профобразования для тех, кто потерял работу из-за коронавируса и сейчас ищет новое место. Минпросвещение предоставит таким людям возможность приобрести новую специальность и стать востребованными на рынке труда. В проекте участвуют все регионы. Зарегистрироваться для участия в программе можно на сайте express.worldskills.ru. Другая важная информация в подборке коротких новостей. У саровчан будет возможность пройти вакцинацию от гриппа без записи и очередей. Из-за большого количества обращений в первой поликлинике решили продлить работу выездного прививочного кабинета до 15 октября. Он будет принимать пациентов на площади Ленина, а также перед крупными торговыми центрами. Все, что нужно сделать, зайти на официальный сайт клинической больницы номер 50. Посмотреть, где и в какие часы кабинет на колесах будет работать в удобный для вас день. Подойти и сделать прививку. Станция юных техников объявила дополнительный набор в объединение начального технического моделирования. Ребят ждут в секциях юный техник и электрифицированная игрушка. Есть свободные места и в художественных объединениях дизайн и прикладной дизайн. Туда принимают детей в возрасте от 7 до 11 лет. Записать своего ребенка в станцию юных техников можно на портале навигатор дополнительного образования Нижегородской области. Более подробной информации по телефону 9-52-23. Сыровчане могут попробовать себя в роли волонтеров. Центр «Радость моя» объявил набор и готов принять свои ряды новых добровольцев. Никаких требований и предварительных условий нет. Достаточно желания помогать людям. Связаться с руководителями Центра «Радость моя» можно через официальную страничку организации ВКонтакте или по телефону. Европейские страны друг за другом вводят ограничительные меры в связи с ростом числа заболевших COVID-19. 45-дневный режим чрезвычайной ситуации в связи с ускорением темпов распространения коронавируса введен с начала октября в Словакии. С 5 октября аналогичные меры вводят и Чехия. Там власти планируют ввести режим ЧС на 30 дней. Предполагается, что этого времени медикам и хватит, чтобы справиться с нарастанием второй волны распространения COVID-19. На две недели закроют школы в регионах, где отмечается наиболее быстрое распространение инфекции. В Испании в числе прочих мер решили ограничить въезд и выезд из крупных городов, где уровень распространения заболеваний превышает 500 случаев на 100 тысяч человек. В России впервые с конца мая выявили более 9 тысяч больных COVID-19. В Нижегородской области зарегистрировали 191 новые случаи коронавирусной инфекции. В Сарове за сутки зафиксировали 43 новых случая заражения. Перевод нижегородских школ на дистанционное обучение из-за роста заболеваемости респиратонными инфекциями пока не планируется. Об этом сообщили в региональном Роспотребнадзоре. Рост заболеваемости практически на 30% среди нижегородцев, в том числе школьников, был зарегистрирован в сентябре. Специалисты считают, что в основном это было связано с формированием организованных коллективов и выходом с дистанционного формата работы. В последнюю неделю сентября заболеваемость среди школьников снизилась на 16%. В Сарове на 2 октября ситуация с заболеваемостью школьниками ОРВИ нормализовалась. И все школы учатся в обычном режиме. По ковиду на карантине находятся 7 классов в 5 школах. В официальных группах канала 16 в социальных сетях мы спросили горожан, нужно ли отправить саровских школьников на каникулы из-за роста заболеваемости. 67% респондентов считает такую меру преждевременной. 30% участников опроса согласны с таким предложением. На кнопку «Мне все равно» нажали 3% саровчан. Они проводят с детьми не меньше времени, чем родители. Учат, воспитывают и наставляют. 5 октября в России отмечается День учителя. Это одна из тех профессий, куда идут по призванию. Дать знания, воспитать в любви и уважении и выпустить в возрастную жизнь самостоятельным человеком. О том, что главное в профессии педагога и как сделать преподавание самого сложного предмета интересным и увлекательным, смотрите в следующем репортаже. Лекарства, зеркала, пищевые добавки, автомобильные покрышки. Химические элементы и связи окружают нас повсюду. Даже сам человек состоит из молекулы цепочек. Елена Полторыхина доказывает своим ученикам, что химия может быть интересной и полезной. Женщина уверена, поиск новых форм и методов подачи материала – толчок к непрерывному развитию преподавателя. В современном мире учитель – это, знаете, уже человек не только, который учит других, а, наверное, тот, который очень много учится сам. Ведь сейчас в школах используют все новые информационные технологии. Это и цифровые лаборатории, интерактивные доски, компьютеры. И учитель просто обязан все это знать, чтобы быть востребованным, чтобы быть интересным для своих учеников. Елена Полторыхина в профессии больше 14 лет. Стать учителем она мечтала с детства. Главная мотивация и награды для преподавателя – повышение уровня знаний и интерес детей к предмету. Когда ты приходишь на урок, независимо, какое у тебя настроение, мы все живые люди, начинается урок, ты понимаешь, что ты отключаешься от всего. И если ты видишь вот эти заинтересованные глаза, они безразличные. Ну, наверное, зато ты черпаешь такую энергию. Просто это дает дальше стимул работать, что-то узнавать новое. Учащиеся школы номер 11 с удовольствием познают основы химии. С учениками Елена Юрьевна часто проводят эксперименты и опыты, которые так любят дети. Воспитанники ставят педагога в пример, ценят ее подход, благодаря которому некоторые из школьников хотят связать жизнь с наукой. Мне очень нравится вариант преподавания химии, но также я смотрю работу на производстве, такие как наноинженерия, работу с органической химией, то есть в науку идти. Большой любовью к этому предмету я обязана моему любимому учителю, прекрасному преподавателю Елене Юрьевне. Она очень добрая, очень стильная, то есть она всегда идет в ногу с модой. И очень приятный человек в общении. Я очень люблю в школе химию и считаю, что одним из важных критериев изучения этого предмета является грамотное преподнесение материала, чтобы это было просто и понятно. И я думаю, что Елена Юрьевна отлично с этим справляется. Переоценить труд преподавателя нельзя. Учитель – это наставник, заботливый помощник не только в получении знаний, но и в жизненных ситуациях. Человек, который на протяжении школьных лет пытается раскрыть в каждом ребенке индивидуальность, помогает выбрать будущий путь. Дарья Козина, Евгения Шевцова, Сергей Рябов, Служба новостей, Саров-24. В Сарове появился филиал добровольческого поисково-спасательного центра «Рысь». На открытии руководители центра передали саровским добровольцам спецоборудование и презентовали школы детской и родительской безопасности. Теперь местное отделение поисково-спасательной группы «Рысь» может оперативно включаться в поиски пропавших людей на территории города. С 2018 года волонтеры добровольческого поисково-спасательного центра «Рысь» помогают людям найти пропавших родных. Сейчас этим занимаются более 300 активистов. Их деятельность охватывает почти всю Нижегородскую область. Подразделения «Рысь» есть в Иксе, Арзамасе, Богородске, Семенове и на Бару. Теперь еще и в Сарове. Много заявок на вступление. И собралась команда, скажем так, уже небольшая, порядка 20 человек. Решили все-таки филиал именно здесь открыть. Совсем недавно волонтеры «Рысь» совместно с кинологическим отрядом «Сарова» участвовали в поисках Вячеслава Линника. В прошлом году благодаря оперативной работе центра и различных служб удалось найти пятилетнюю «Зарину». Эмоции после спасения людей перекрывают всю усталость волонтеров, которые работают большой командой круглосуточно. Самое основное требование – это желание вступить, желание помогать. Всему остальному мы учим, постоянно проводим обучающие мероприятия. Ориентирование навигации, картография. Также есть у нас там инфогруппа. Это люди, которые занимаются поиском, скажем так, отдаленно. Их задача – сделать ориентировку, опросить свидетелей. Как бы на поисках они не присутствуют, но проделывают очень колоссальную работу. Самая высшая ступень – это у нас координаторы. Это те, кто руководят поисковой работой, непосредственным взаимодействием уже с силовыми структурами. На открытии филиала в нашем городе руководители добровольческого поисково-спасательного центра «Рысь» рассказали о своей работе, поделились опытом и ответили на вопросы саровчан. Организаторы передали активистам специальное оборудование – навигаторы, рации, радиостанции, которые будут необходимы в работе. Познакомились со своими проектами, в которых сотрудники обучают взрослых и детей поведению в чрезвычайных ситуациях. У нас есть школа детской безопасности. Рассказываем детям, как безопасно вести себя в городе, в лесу, дома. Все желающие могут подать заявку и вступить в отряд центра «Рысь». Руководители приглашают активистов на всероссийские учебно-тренировочные соревнования «Поисковик-2020», которые пройдут с 9 по 11 октября в Нижнем Новгороде. Дарья Козина, Константин Островский, Сергей Рябов. Служба новостей, Саров-24. Готов к труду и обороне. Привычные для спортсменов нормативы для непрофессионалов порой кажутся сложными в выполнении. В рамках областного проекта «Спорт в каждый двор» скверной перекрестки улиц Садовой и Павлика Морозова превратился в своеобразный зал подготовки. На площадке для воркаута дежурят инструкторы центра тестирования ГТО и консультируют всех желающих по вопросам выполнения нормативов. Наша задача здесь, как инструкторов по спорту, инструкторов ГТО, объяснить людям, населению нашему, как правильно выполнять нормативы ГТО. То есть их последовательность выполнения, их правильность выполнения, чтобы уже, будучи, люди придут когда к нам сдавать сами нормативы, они уже знали, как это делается. Инструкторы рассказывают с Саровчаном о критериях оценки, что входит в комплекс ГТО, помогают найти ошибки в выполнении упражнений, на своем примере демонстрируют правильный порядок действий, положение тела, говорят, как нужно тренироваться, чтобы к моменту сдачи быть в нужной форме. Сотрудники центра тестирования проводят встречи на спортивной площадке сквера 21 и 22 микрорайонов каждую среду с 15 до 17 часов. И это все, о чем мы успели рассказать сегодня. Следите за новостями города в группах канала 16, в социальных сетях ВКонтакте, Фейсбуке и Одноклассники. Подписывайтесь на наш канал в Ютубе и смотрите все информационные выпуски и авторские программы в удобное для вас время. В студии работал Константин Перевозчиков. Всего вам доброго и хороших вам новостей.